Лолбок и Кики Рэй. Вырубай этот ролик нафиг, потому что он испортит твою психику. Габриэль, послушай меня. Борись с ним. Он просто в твоей голове. Маленькая свинка в любой тварском корыте, где ему и место. Я знаю, что ты здесь, Габриэль. Молись со мной. Главная молитва. Где двое собраны. Во имя мое. Там я посреди них. Господь смилуйся. Именем твоим. Спаси меня. Бедливою твоею. Судьи меня. Боже, услури молитву мою. В нем ли слова вкусу моих? Приветствую всех. Что такое экзорцизм и как экзорцисты помогают людям? Экзорцизм реален. В последнее время все чаще слышатся истории о людях, которые подвергаются экзорцизму, обряду изгнания злых духов из человека. Некоторые считают, что это древняя практика, которая не имеет места в современном мире, а другие, что это единственный способ помочь страдающим от демонического влияния. Кто прав и что на самом деле происходит во время экзорцизма? Экзорцизм – это ритуал, который проводят представители различных религий и культур, чтобы освободить человека от присутствия злых сил. Само слово «экзорцизм» означает вынуждать клясться. По вере, злой дух может войти в человека и заставить его делать зло, говорить ложь, страдать от болезней или сходить с ума. Экзорцизм – это человек, который имеет специальные полномочия или дары, чтобы изгонять демонов с помощью молитв, священной воды, крестов, свечей или других предметов. Экзорцизм практикуется в разных религиях, таких как христианство, иудаизм, ислам, буддизм, индуизм и другие. В христианстве экзорцизм основан на примере Иисуса Христа, который изгонял нечистые духи из людей своим словом и авторитетом. Церковь утверждает, что экзорцизм – это одно из проявлений даров Святого Духа и что он должен проводиться только священником с разрешения епископа. В исламе экзорцизм называется Рукия и заключается в чтении Корана или других молитв над больным человеком. В буддизме экзорцизм связан с концепцией кармы и реинкарнации и может включать в себя медитацию, пост или жертвоприношение. Экзорцизм является предметом многих споров и критики со стороны науки и общества. С одной стороны, некоторые утверждают, что экзорцизм – это форма психологического или физического насилия над человеком, который нуждается в медицинской помощи или терапии. Они указывают на случаи, когда экзорцизм приводил к травмам, повреждению здоровья или даже смерти жертвы. Они также говорят, что многие явления, которые приписываются демонам, на самом деле и имеют естественные объяснения, такие как эпилепсия, шизофрения, истерия или гипноз. С другой стороны, некоторые защищают экзорцизм как эффективный способ лечения духовных проблем и утверждают, что он имеет положительный эффект на психику и физиологию человека. Они также говорят, что экзорцизм основан на вере и опыте и что наука не может полностью объяснить или опровергнуть его. Экзорцизм реален, но его реальность зависит от того, как мы воспринимаем мир и себя в нем. Для верующих экзорцизм – это борьба между добром и злом, между светом и тьмой, между богом и сатаной. Для скептиков экзорцизм – это проявление невежества, страха, фантазии или манипуляции. Для нейтральных экзорцизм – это культурный феномен, который отражает разные способы понимания человеческой природы и ее связи с высшими силами. В любом случае, экзорцизм заслуживает внимания и уважения, так как он свидетельствует о глубоких потребностях и поиск. Наверняка такой термин, как экзорцизм, слышал каждый человек, даже не увлекающийся оккультными темами. Современные кинокартины и книги обрисовывают это понятие лишь в общих чертах. Если смотреть глубже, то эти фильмы и сюжеты вносят некую сумятицу. А разобрать вопрос более подробно захотелось и мне, ведь тема достаточно интересная. Но простым обывателям изучено крайне плохо. Что такое экзорцизм? Под экзорцизмом принято понимать определенный обряд, который помогает освободить человеческую душу и тело от злых духов. Во всех религиях это явление представляется в разных формах. Расцвет экзорцизма пришелся на эпоху Средневековья, и особенно явно он выражался в странах Европы. В период ритуала над одержимым человеком священник читает молитвы, сам пострадавший от бесов тоже принимает участие и старается зачитывать божественные тексты. Врачи считают, что одержимый человек страдает от психологических расстройств, а экзорцист, который проводит обряд, воздействует на человека гипнотически. Есть три вида восприятия экзорцизма – оккультный, религиозный, научный. Официальная наука не признает сущности без физического тела любого рода, будь то духи, демоны или другие сущности. Экзорцизм в качестве официальной практики наука не признает, а относит его, скорее, к религиозным обрядам или простому мошенничеству. Экзорцизм в качестве официальной практики Которое следует изгнать или уничтожить. В оккультизме практика экзорцизма принимается и активно используется. Методы при этом могут разниться. Большинство оккультистов применяют древние методики и обряды, их же используют и священники. Разнообразные эзотерики или мистики активно разрабатывают собственные методики изгнания бесов. Существуют и реально работающие старинные магические приемы, которые находятся под строжайшим секретом. Практики, которые посвятили всю жизнь оккультным наукам, обладают такими редкими методами и активно занимаются экзорцизмом. Виды экзорцизма можно встретить немалое количество классификаций и видов экзорцизма. При их обобщении легко выделяются основные – человеческий экзорцизм, экзорцизм предмета, экзорцизм животного, экзорцизм места. Делить это явление можно и потому, кого именно следует изгнать – изгнание демонов, изгнание умерших, изгнание созданных человеком существ. Самым распространенным вариантом изгнания является освобождение человека от демона. Этот ритуал признан по-настоящему сложным и крайне опасным. Демон всячески оказывает сопротивление, а экзорцист старается не нанести вред одержимому человеку. Не все специалисты говорят о том, что изгнание сущности из человека стоит относить к экзорцизму. Некоторые из них стоит относить в отдельную группу. Описания одержимости животных действительно существуют, но экзорцисты активно спорят, можно ли в действительности провести ритуал над животными. Такие же споры идут и вокруг экзорцизма над предметом или местом. Многие эзотерики говорят о том, что сущности не могут долго находиться в одном месте, если только это неживое существо. С местом или предметом духи могут иметь определенную связь, разрыв которой нельзя трактовать как экзорцизм. Экзорцист представляет собой в обычном понимании священника, который занимается изгнанием злых духов или демонов из людей. Практика такого исцеления крайне древняя, если верить Библии, еще иисус помогал бесноватым людям. Долгие годы экзорцизмом занимались только в католических церквях, но с недавних пор это практикует еще и православная церковь. В последние 30 лет отчитка бесноватых только набрала свою популярность. Если верить словам знаменитых священников, одержимые просто не могут переносить святых вещей и святынь в общем понимании. Если прикоснуться к ним распятием, они несколько успокаиваются. Экзорцист главным образом должен определить демона, который овладел человеком. Существуют определенные способы, благодаря которым можно определить, кто из бесов засел в теле. Для этого обычно используют масло, соль или святую воду. Обычно демоны не выходят на разговор, их приходится буквально принуждать. Ответы происходят через одержимого, при этом можно слышать странный, неестественный голос. Если дьявол сидит в несчастном человеке, то он обязательно скажет, что он сатана. Священник должен узнать у демона, один ли он или их несколько. Демонов может быть и 30, важно узнать точное количество. Очень важно выяснить, каким образом нечисть попала в тело человека. Проникать демоны могут даже через порчу. Отвечать на такие вопросы сущности не хотят. Человек при этом обладает неведанной силой. Даже маленьких детей нередко трудно удержать нескольким взрослым мужчинам. В заключении, экзорцизм остается актуальной практикой уже не один десяток лет и в последние годы только увеличивает свою популярность. Не стоит путать экзорцизм с обычным мошенничеством. Ведь псевдооккультисты так и норовят взять деньги за обряд, который не нужен и вовсе не принесет пользу. Помочь одержимому могут не только священники, но еще и эзотерики, а также оккультисты. А вы слышали о экзорцизме? Что вы опытом думаете? Напишите опытом в своих комментариях. До скорой встречи! Демура